Страсти вокруг проекта Холостяк все больше накаляются. То постановочный развод с Решетовой, то якобы слитая победительница шоу, то удаление целой серии и возможное закрытие проекта. Хайп-конвейер не останавливается, и Тимур вкидывает в инфопространство все больше поводов поговорить о нашумевшем восьмом сезоне Холостяка. Сегодня, кажется, это шоу висит на волоске от закрытия. Так ли это? Давайте разбираться. С вами в реках, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Разговоры на тему не осталось нормальных парней, куда катится мир и где же настоящие рыцари? Рэпер не оставил без внимания и обстоятельно ответил всем недовольным. Девчонки, блогерши, инфлюенсерши, я прочитал огромное количество постов, где вы обсуждаете вышедшие неделю назад восьмой сезон Холостяка. Я очень рад, что спустя восемь лет вы наконец-то узнали в таком объеме и количестве, что существует такой формат, и он крайне популярен на российском телевидении. Наверное, один из самых популярных форматов. Очень жаль, что ваше чувство оскорбил этот выпуск, и я уловил такие тонкие феминистические нотки в ваших публикациях. Таким образом и почему девушки в размере десяти человек должны бороться за какого-то бородатого чувака? Это же в корне неправильно. Неужели они нашли себя на помойке? Как они себя так ведут? Много возмущения и негодования. Хотелось, конечно, ну очень хотелось подколоть и сказать, что столько лет вы боролись за равноправие, и вот теперь за женщину борются не пять мужчин, а за одного мужика, возможно, соревнуются десять девчонок. Но об этом не будем. Мне хотелось бы обратиться к вам и сказать, если вас и ваши чувства так сильно оскорбляют данный формат, вы считаете его настолько неприемлемым, мне не остается ничего другого, как попросить у вас прощения, сказать, извините, что таким форматом, таким холостяцким форматом я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания, вашего внимания, безусловно. Наверное, это приятно. Но здесь мне бы хотелось в первую очередь, наверное, извиниться перед вами, сказать, ну еще раз, извините, что задел ваши чувства, и мне не остается ничего, как просто взять и удалить с ютюба первый выпуск. Именно с ютюба, там, где вы его и посмотрели. Я его удаляю и желаю вам хорошего дня. Не обижайтесь на меня. Правда ли, что восьмой сезон «Холостяка» вызвал волну хейта? Популярное шоу вызывает неприязнь и у актрисы Анны Хилькевич. Об этом звезда сериала «Универ. Новая общага» рассказала у себя в микроблоге в Инстаграм. Хилькевич призналась, что не смотрела ни одной серии, так как боится, что испытает испанский стыд за действия участниц. Для меня это выглядит как смотрины. Тут нужно продать себя. Девушка должна быть прям на максималках, причем всегда. Максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров и своей светлой головушки. И типа все для того, чтобы понравиться парню. И как бы вроде ты должна просто быть собой. Но это ну прям практически невозможно во время съемки, шоу, при сценарии, волнении и прочих тревожных факторов. Я не знаю точно, что чувствуют участницы, но мне было бы адски дискомфортно и унизительно «Выбери меня, выбери меня». Это внутренний монолог девчонок-участниц. Также Анна заявила, что точно не смогла бы принять участие в подобном проекте. Актриса уверена, что рейтингов популярности можно добиться иным путем, не говоря уже о достижении главной цели шоу – любви. Точку зрения звезды универа разделяет шоумен Рустам Солнцев. Бывший участник «Дома-2» часто высказывает свое мнение по поводу новостей российского шоу-бизнеса. Не стал Солнцев молчать и по поводу романтического проекта с Тимати. Так, новый сезон «Холостяка» он назвал постановочной говниной, которую никто не смотрит. Также Рустам высмеял небольшой рост рэпера. Стоит отметить, что решение Тимати попытаться найти свою любовь в рамках «Холостяка» вызвало негативную реакцию общественности. Причиной стал тот факт, что всего за месяц до объявления героя проекта «Рэпер» остался с Анастасией Решетовой, которая родила ему сына Ратмира. Именно из-за поспешного решения Тимура найти другую девушку, многие сделали вывод, что разрыв с Решетовой может быть пиар-ходом. Масло в огонь слухов подлил тот факт, что почти одновременно с «Холостяком» выходит реалити-шоу «Ты – топ-модель» на ТНТ, ведущей которого стала бывшая воздубленная Тимати. Контракт с мировым брендом и, самое главное, титул «Топ-модель» на ТНТ. Примечательно, что Анастасия Решетова негативно оценила появление отца своего ребенка в романтическом проекте. Модель заявила, что после «Холостяка» она точно не примет Тимати в семью, так как участие в реалити-шоу не вписывается в ее понимание отношений. Напомним, Анастасия Решетова и Тимати были вместе 6 лет, а в 2019 году стали родителями сына Ратмира. Однако уже спустя 10 месяцев после появления на свет ребенка пара объявила о расставании. В общем, шоу с Тимати действительно задело многих, а в обращении Хилькевич, наверное, Тимати уловил те самые феминистические нотки. Сложно не согласиться, что с точки зрения борьбы женщин за собственные права и самостоятельности, этот проект смотрится очень странно. Вот что про проект говорят критики. 15-минутное выступление с пафосными речами о разбитом сердце Тимана явный перебор, но вскоре романтический формат скатился до поля чудес. Весь первый выпуск возмутительно милый Тимати закидывал участниц с однотипными репликами и получал от них странные сувениры. Юносову подарили доску для серфинга, VR-шлем, медицинскую маску и даже набор татушек с водилок. Последний идеальный презент для полностью изрисованного рэперка. Пока холостяк следует заветам гумерского капитал-шоу, его незачем смотреть. Единственное отличие в преувеличенной роскошной обертке. Также Тимура обвинили в том, что он убивает формат шоу. Вот еще одна цитата. Главный повод наблюдать за проектом – поведение Юносова. Тимати постоянно повторяет одну и ту же мантру о перевороте телевизионной игры. В планах рэпера – нарушение правила проекта. Юносов пока не раскрыл весь диапазон своих скиллов, но уже обозначил несколько интриг. Задал девушкам адовый вопрос о вкусовых предпочтениях – арбуз или дыня. Рассказал о загадочной участнице на зарплате, но не назвал ее имя. И пригласил на телешоу Егора Крида. Ему достанется роль второго холостяка. Ясно одно – Тимур Ильдарович явно хочет поржать. Судя по древней фабрике звезд, шоу он делает чуточку лучше, чем рэп. Нужно сказать, что все эти негативные высказывания все равно ничем не помешали проекту. Да-да, это действительно так, ведь цифры говорят, что холостяк сегодня обгоняет практически всех. Создатели изменили подход. В этот раз участницы знали, к кому идут. И на Тимоти клюнуло аж 40 тысяч девушек. 15 марта стало известно, что новому сезону с Тимоти удалось побить еще один рекорд по количеству одновременных просмотров эфира. Чтобы зритель поверил в честность их намерений, на роль ведущего пригласили некого Никиту Добрынина. Он участвовал в украинской версии холостяка. И вопреки стереотипам о проекте, нашел там будущую жену. Нам буквально кричат. В этот раз всех интересуют лишь поиски любви. Но миром правят клики, деньги и подписчики. Поэтому на шоу по-прежнему приходят модели из клипов Крида, инстаблогерши и участницы других телепроектов. Есть даже девушка из нового последнего героя. Это успех, теперь ее одновременно показывают на ТНТ и на ТВ3. Но ярчайший хайлайт холостяка – рекламные паузы. Тимоти, убитый горем предыдущих отношений, уходит на перерыв. И зрители анонсируют еще одно свежее шоу. Ты топ-модель на ТНТ. По счастливой случайности его ведет Анастасия Реш, этого бывшая жена рэпера. Не удивлюсь, если экс-супругов поставят в соседние таймслоты. Чтобы даже самый наивный зритель заметил скрытый посыл. Телевизору верить нельзя. Именно с точки зрения недоверия к шоу, мы и предлагали вам взглянуть на ситуацию с Марией Вебер, участницей холостяка, которую заметили вместе с Тимоти на Мальдивах. Тогда все заговорили, что победительница шоу уже определена. Мы думаем, что это все один большой пиар-ход. Да и Тимоти смог удалить первый выпуск только с Ютуба. Значит, на других онлайн-платформах холостяк останется. И мы уверены, будет выходить дальше, ведь сегодня он собирает космические цифры. Никто в здравом уме не будет отказываться от таких рейтингов. А значит, все это продуманная пиар-компания. А как думаете вы? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!